Аноним, вы говорите, что можно верующей девушке выходить замуж за неверующего. Да, я говорил такое. А где верующих найти? Но ведь большинство неверующих мужчин не считают аборт грехом, большинство детей иметь не хотят. Как складывать семейную жизнь? Ну, во-первых, вы не решите на неверующих. Неверующие разные, как и верующие. И если вы эти вещи говорите с мужем своим в будущем, допустим, он вам говорит, там, Верочка, я тебя люблю, но я не верю в Бога. Такая печаль. Но мне нравится, что ты веришь в Бога. Я знаю, что верующие женщины, они как бы и честные, и богобоязненные, и порядочные, и верные. Поэтому я тебе не запрещаю молиться в церкви, а ты ему скажи, а если Великий пост, например, я вот с тобой буду воздерживаться в близости, ты сможешь потерпеть? Он скажет, ну, не знаю. Ну, да, да, наверное, да. Да, я же тебя люблю, я потерплю. А ты скажешь ему, вот я абортов делать не хочу и не буду. Ты вот согласен, например, да, вот, чтобы мы абортов не делали? Ну, и какой-нибудь мужик скажет, нет, не согласен. Какой-то скажет, согласен. Вот тот, что скажет, согласен, за тобой можно выходить замуж. Они же не все сатанисты, все неверующие. Ты же знаешь, что он сатанист? Что он хочет крови, хочет, блуда хочет, разврата хочет, насилие хочет, унижение хочет. Да нет, это люди нормальные, простые люди, просто почему-то они неверующие. Ну, не научил никто. Вот, если он, например, согласен с какими-то вещами, там, я буду в воскресенье в церковь ходить? Хорошо. И Великий пост постится? Хорошо. Вот, и аборты делать не буду. Хорошо. Я бы хотел, например, там, детей хотя бы трех, там, четырех. Ну, хорошо. Ну, так и все. Ну, и женись. Выходи, не выходи замуж, что еще хочешь? А если он скажет, нет, аборты делать будем, постов у нас не будет, в церковь ходить не будешь, вот, что скажу, то и сделаешь. Ну, тогда... Тогда скажи это самое. Ой, слушай, я спешу. Мне тут домой надо. Позвони мне завтра. Хорошо. Быстро меняй номер телефона. Все. До свидания. Так что неверующие, не разные. Подписывайтесь на мой канал.